сейчас скоро 8 ну кто-то будет может саженцы покупать сажать я вам скажу одно сначала что не в интернете не в питомниках лучше не покупайте скажу почему значит вся сейчас стандарт это на карлики и полукарлики это клоновые подвои которые это палка обратно на палки выращенные корни это что означает это сажают на юге для интенсивного промышленного сада где чтоб не лазить на такой высоте собирать но у них корневая система поверхности то есть поливать обязательно их нужно вот такая как сейчас у нас дает они погибнут или и не выйдут и это весной ну и просто не подготовиться к зиме как как следует есть семенные есть семенные по двое это ну как у нас 100 лет назад выращивали может 50 60 лет назад это и семечко вырастает 7 сначала вот у него корневая система более углубленные то есть у у него есть терниевой корень особенно это сказывается на грушах и абрикосах у тех как бурильная установка сам само дерево может быть метр а полтора метра корень уже идет и поэтому зимой такой пилищего особенно этот день мало заснеженные район снега нету у нас слава богу есть вот снега нету и корни подмерзают как корневая система подмерзает быстрее чем почки на веточках она не менее зимостойка и поэтому он углубляется и берет ссори как вот антифриз в машине не замерзает когда антифриз и он туда соленую воду качает а соленая вода вы знаете замерзает низкий температур выдерживает правильно и он ствол соленая вода не замерзает если вы хорошо посолите выставите на улицу зимой она не замерзнет чем сильнее вода тем температура замерзания будет ниже 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 так же и водка не замерзает зимой это дальше и вот она снабжает этой соленой водой корень корень все веточки и поэтому зимостойкость лучше при такой системе чем вот из поверхности на поверхности просто вода простая она не соленая а там же тем глубже тем вода разные соли и поэтому я считаю что в нашей зоне лучше всего это сеянцы сажать а на следующий год их привить любым сортом которые вам нравятся у соседей нашли у кого-то там у знакомых можно выписать даже эти черенки и попривили и у вас дерево но значит на корне собственных дерево живет больше 100 лет возьмем яблони больше 100 лет на привитых уже при привил ты уже считает два раза меньше то есть 50 лет ну 50 лет нам хватит но это касается яблони у нас вообще район яблоневый вот других районах так яблони не растут как у нас вот даже юг взять краснодарский край это почему они но них сухо сухо жара заморозки то есть а у нас не она будет расти вот ну единственное дальше вот выбрали саженец допустим но если выбрали саженец где-то постарайтесь так вот ну можно к вам подъехать сказать и выкопать самому есть питомники вот когда звонит около питомника можно к вам это заехать и купить саженец вы прям не выкопаете ни один питомник с интернет-магазина никогда вам этого не позволит скажем мы присылали только почту а почему они скупают вагонами южные саженцы того же краснодара с крыма привозят сюда вот даже многие ходили и академии такие центре россии они берут эти саженцы в горшки сажают если восемью что-то продает а что-то передерживают в полу теплицах таких он где температура праве в горшках там 5-литровых 10-литровых они сажают и передерживают потом весной опять вам продают выставляют и даже люди приезжают темнеевская академия пожалуйста они продают саженцы абрикосов у них нету абрикосов ну как они могут саженцы если нет маточного сада маршерий сад это где берут щеленьки вот ну как они могут продавать здесь у нас на сайте в группе садоводства по жительству в отстать выложили приехал одна мичуринский сад на в днх там все больные деревья яблони стоят я помню свое время в детстве хотел это какой на в днх яблоки собирать там такие яблони были вот стояли и везде везде на каждом шагу а сейчас там сзади вот где как космос павильон сзади и они все в ямах посажены вот самое главное сажать деревья приобрели саженец неважно где он первое дело не копайте это могилы 60 на 60 60 ничего не делать ничего не заправляйте туда не перегнула ничего привезите тачку а где значит ну где более влажного по весне видно где вода стоит где не стоит в вашем участке две тачки высыпали и просто ямку сделали полили туда и этот саженец посадили по уровень корневой шейки корневая шейка это где корни начинают выходить вот ствол у вас корни начали выходить и вот по поэтам место и сажайте чтоб крышки даже чуть-чуть были сверху ни в коем случае это касается особенно груш и абрикосов это страшное это гибель если вы углубите хоть на сантиметр гибель сто процентов вот чтобы вода не со и холмики сделать холмик такой вот и посадить туда и когда у вас тает снег у нас нет полтора метра в этом году был правильно тает снег вода скапливается и она поэтому алфоберг оттаивает быстрее этот холмик быстрее оттаивать и у него вода которые скатываются и в этом кругу не застаивается вода и а мне конечно то вы сделаете яму вы посадите вроде по уровень земли посадите на на вас сядет за ним потому что рыбку землю туда за заправить она сядет и получается тазик и в этом тазике в постоянно будет у вас вода стоять весной и подопревать яблони сразу не погибнет она может два три года четыре года терпеть но в конце концов подопреет кора и она сама подохнет иди вот еще хорошо выносит воду слива и вишня но у нас сажают в основном кореневыми отводками и семечек трудно посадить а корневые отводки это это не клоновый подвод хотя он тоже вроде снизу растет да вот не клоновый у них корень собственной мат от матери достался и поэтому далеко не идет он располагается более поверхностно так с посадкой вот и вот и главная ошибка что сажают в эти ямы и вода и сопревает особенно груши и абрикосы это две культуры которые родом из сухих мест и сухих мест она когда-то есть теория что я бы не груша было одно дерево а потом по мере это одна уходила более влажные района другая сухость создалось два вида ну еще есть промежуточная айва вы знаете вот она где-то в промежутке между грушей и яблами так вот посадили вы и перед тем вот посадили и сразу продают саженцы вот иногда метровые такие особенно увидите на дороге метровые а потом может полтора метра высотой при посадке при посадке сразу берите 50 процентов если голая корневая система 50 процентов отрезайте и тогда только сажать потому что корни они слабы и чтобы весной дать им силу они за зиму ваш до поздно до поздней зимы пока земля теплая она корни будут расти весной уже пойдут вот этих спящей почки или почки которые снизу и у вас дерево будет намного сильнее они многие спасать я смотрю ноги посадят как купили и у них весной кончики листиков появляется и все и они зелененькие и самое главное здоровье деревьев вы смотрите по приросту годичному если годичный прирост хороший вот молодой с весны до осени вырос если у вас 50 60 сантиметров есть дерево здорово все можете не трогать и еще на юге делают штамп полтора метровый голый ствол все эти почки обрывают веточки все срезают это для чего делается чтобы легче на технике было справляет работать над любителем посадился и не трогать эти деревья сучьи нижние эти сучьи нижние при питают корневую систему глюкозы из-за тени она будет расти они эти веточки сами отцов ничего ничего не трогать я специально сейчас делаю деревья которые но на одном дереве три четыре сорта яблони или груши вот меня прививки не прижились в этом году да пошли несколько прутиков с одного корня снизу и она не привык 1 сот привью на другой другой сорт привью ибо это дерево будет вот так вот расти вот здесь вот я будем дикушку около дороги верить сколько и лет она копаться и как шариком это тоже блин хороший вот из него между вот этих яблочек если посеет семечка почти такой же будет не будет вот так тянут конечно я по двое зависит здесь все зависит и вот эти веточки даже вот у вас первые года когда слабое растение эти веточки под снегом будет лежать нижней они у вас всегда перезимуют если не сломается конечно бывают случаи когда снег наваливается нас и обламываются ветки это ничего страшного обрежьте весной я бы про обрезку и сидел хотите делать обрезку делаете только ранее весной до распускания как снег сошел можете делать обрезку смело это сам особенно касается косточковой ну первую очередь делал санитарную где обломались сучки да где посохли где где видно что ну не жилет он бывают такие случаи и обрезайте все все больше не трогайте ни летом не осенью не зимой ни в коем случае он все пускай она растет в лесу заметьте внимание в лесу ни одно дерево никто не обрезает и листвуясь под него не выгребают как у нас вот про листву еще скажу а у нас очень любит чистенько грести это 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 с домом пошло это пошло из дома а любая хозяйка любит чистоту и они хочет эту чистоту перенести на свой садовый участок но это же не квартир где все мертвы все живое так что природа она свою страну возьмем что вы хоть не делаете вот и обратил внимание чем больше кучу стиму что растут трава вот косите на здоровье ради бога но листву не надо собирать очень выпутала это принадлежит дерево даже гнилой яблоко не надо поднимать это все принадлежит дерево никакой заразы запомните грики грибки где только мертвую ткань живую ткань они не едят и между грибок профит автору не грибок потом покажу пишите это вот вели лишайники мог мог только на северной стороне вы со школами знали это правильно это определенное надо условия вот сейчас но у меня вот мне не было фитосторов надо еще иммунные сорта выводить почему я говорю не обрезайте чем вы больше обрезаете дерево тем иммунитет падает и то же самое если вас лекарствами закормить антибиотиками теме у вас иммунитет всегда падает и вот опрыскивают по 6 до в магазине яблоки которые вы едите груши персики абрикосы это за сезон обрабатываются 40 раз на западе у нас краснодарском савропольском крае 28 обработок от всяких жучков паучков и от болезней и после этого эти деньги если их не опрыскивать они не будут расти они умрут нет у них иммунитета чтобы со мной брать и а я вот обращал внимание у меня все три строй будут я специально не трогал уже второй год смотрю вот для села обретила все 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 духу приходите через три недели нет ни одной тлинки нет и верхний вверх пошли нормальные листочки оказывается или просмотрел оказывается и деревья сами выделяют через листву и это тля засахливается и муравей и съедают муравей надо его посуду чтобы попить ее это глюкозу эту но приходит время когда она погибает от природных еще факторов зависит и она просто ее муравей съедает и с муравьями не надо бороться будете с муравьями вы знаете сколько сколько они съедают за один сезон они у них дежурные вот обратите внимание посмотрите у них кто-нибудь да хоть один муравей ну бегает туда и сюда он да даст сигнал и ребят придут все съедят знаете сколько насекомых уничтожает оказывается только чего это ладно 8 все это я пропустил самое главное вот про грибы этих они съедают вот дерево который поврежденная отмерла ткань они сажат это и едят эту мертвую ткань также как в лесу палочка валяется пель ну ствол трухлявый было обратите внимание через некоторое время от этого слова ничего не останется одна труха это же грибы съели и без грибов у вас них ничего не будет расти они входят с растением с деревом в симбиоз и даже на вас нет как раз они защищают есть семью симбиотические которые связь ходят с деревом они не пропустят другие грибы к этому корню у них как колония образуется и они все другие грибы которые даже есть вредные патогенные они их не пропустят потому что это моё это моя как в мама я за счет ее питается и дерево за счет их питается без грибов если бы убрать все грибы на планете мы бы все выберем просто напрочь потому что семейство грибов это самое большое в мире семейство и по моему 5 миллиардов видов и вот эти грибы подосильники подберезки тоже грибы только грибы это плод называется гриб грибок который мы собираем а сама сам гриб он грибница обратите внимание даже будет поляна подосильники вот так вот и около дерева правильно без дерева подосильники под березки не растут симбиот так что дальше значит пропрышкивание мы сказали а в нашей зоне можно опрыскивание делать но я буду испытывать но люди пока то есть такой слабый эффект на косточковых аммоналиоза мы видели нас веточки у вишни засыхает кончики он но этот это болезнь бывает в основном при цветении пока дерево не зацвело дерево не заболеет она проникает через тычинки через пестик то есть пчелки летают и переносит ее но я пробовал хорусом обрабатывать что в том году весна была в том году урожай а в этом году заморозки были он ну тоже сухая при сухой весне когда светит что-то неплохо свела в этом году так чепуха меньше заболевает а если дожди влага то заболевает сильнее и вот еще теорию почему у нас лишний болезнь у нас и лишний в основном размножены от корневого это как открыли вы отводками то есть близко рот а потом они цветут и близко родственная связь получается ну то есть от рук от друга они опыляют друг от друга и поэтому у дерева нет иммунитета так таково это также как у людей брат на братья не женится семью не заводит так и у них и поэтому надо где-то далеко если хотите брать косточку косточка который стерили чистая и от нее выращивать вишенку и потом чтобы она перепыляла это вот эти вишни и тогда уже потомство будет намного сильнее так перейдем к яблони сливы и вишни здесь все ясно на холмик посадили первый год выросли вот даже вы обрезали у вас выросло если хотите пар пониже скелетные ветки сделаны чтобы они пошли не отсюда а отсюда на она во первых будь прутиками лишние обрежьте а хотите вот так вот еще еще одна на первый год когда обрежьте у вас скелет на его 10 поймут и все и третий год можно макушечку обрезать и у вас тогда дерево не будет тянуться сюда и когда много стволов снизу идет она тоже не будет вот так вот тянуть но если нет тени тени сами видели дерево прет к свету теперь затронем эти абрикосы и груш сложная вещь у нас в нашей зоне и нет абрикосов я не видел кто-нибудь здесь собирал и выращивал плоды сажают абрикосы вот у золу есть старый уже абрикос было два он взял 8 обрезал ни в коем случае косточку и не надо очень обрезать лучше весной я посмотрел вчера я понял причину почему нет и у соседа тоже обреку выбрался я посмотрел они все европейцы это западные абрикосы без крови манчжурцев у нас могут расти и сибири растут обязательно с кровью манчжурца они выдерживают до 40 массы дикий манчжурец который растет на дальнем востоке северной китай они они выдерживают до 45 градусов мороза а те европейцы выдерживают до 28 и у них цветочные почки при 25 уже погибают цветочные почки так они потом весной проклевываются они погибают и а саженцы идут в основном оттуда запада у нас краснодарского края с молдавии можем оттуда и тут и все технологии в основном идут оттуда но технология промышленного сада и нашего любительского сада они абсолютно должны быть разным там каждую девушку типа протягивают проволоку листов ставят он привязывает его а клоновые подвое карликовые им срок жизни 6 8 10 лет максимум потом весь этот сад единственное преимущество этих карликовые подвое они на второй год уже могут подносить а семечка который не привито просто выросла как у меня вот если известно они запада на 8 на 7 год привитая привитая на семечка могут на 3 на 4 год запада на 7 а на карликовые на 2 преимущества и наша зона чем хороша с одной страны у нас снега много так только по корневую систему ни одна корневая система даже у персиков у нас не замерзает ваш свидетель да и я тоже свидетель но еще не плодоносит но прошла на следующий год у меня перчики должны плодоносить ему третий год персики очень сама полу это быстро растущие дерево то есть они на 2 на 3 год могут заплодоносить привиты на второй не привиты от косточки на 3 преимущество персиков самоплодная культура ему не надо опылителей одно дерево в бочке посадили можете больше вот в нашей зоне так многие выращивают в кадушке большом этом посадили если пускать на лето вынесли на зиму в погреб поставили и все и пускай зимой никогда не замерзнет погреб там ну минус 1 2 3 пускай минус 10 будет у нас под полы и нам погреб то взять ну под пол погреб это тоже то одно и то же можно обрезать как стоять как виноград не ну можно делать кустовые да ну и все равно обрезать каждый год там такой чашек и иначе не помню не вывести но подносить будет будет тепло по 10 при 15 персиков в год но это я по ним понимаю но есть же любители котов они вот вытаскивают и вы окна кольцо здесь ставят есть всякие карликовые и карлика но в нашей зоне их пригибают и хранят на как виноград то есть их наклонно сажают под 45 градусов они потом вот так вот вверх растут потом берет они прутики как и ловы и берет спокойно дугу дугу а чем их накрывать накрывать спамбондом 1 40 а потом если геотексиль 200 корректор сотка и накрывает а на какой высоте нужно наклониться между ними вот так вот персик и от мышей можно траву а можно березовый дёготь есть продается тряпочки намочить потому что есть зоны где грызут молодые деревья мыши обьедают они пакетик отраву кладешь туда под эти дуги на расстоянии пять-десять метров сколько у вас персиков и он растет когда наклонно его когда открываешь так его ствол этот центральный он так и остается наклон а вот идет подносящий всех вверх растут и персиков на большой высоте и так и у каждый год чудо палов хабарском крае он выращивает только так у него 40 сортов персиков но это не это не очень эстетично лежачий а как их далеко друг от друга можно сажать ну как ты хочешь вот макушку оставить и можешь ее каждый год срезать подожди кончились снимать а я продолжаю осень сажать когда сажать вот увидели только листопад начался начался листопад деревья не смотрите на свой там какой-то дерево а вот общий листопад начался можете сажать уже ну как я говорю на бугорчик все полили внутрь и посадили а самое главное чем моложе дерево вы сажать тем она лучше проживает годовалый двухлетний трехлетний уже 50 на 50 так что слушайте а вот про вот эти лежачие сады они все в одну сторону их нужно наклонять или вообще без разницы как разница можно так можно так но закрывать просто когда связывают вот так пучком и кладут в одну сторону ага абрикосы тоже нет ни в коем случае абрикосы сгниет просто да но на дальнем востоке в хабарском крае выращивают и ямы не таким образом и груш таким образом у них не позволяйся не бывает до 45 это градусов мороза такие зоны и сейчас скажу где-то где-то в северне воркуты как пояска казна яска вот его не воркута байконур барнаул барнаул там чуть-чуть севернее уже барнаул еще выращивают так вот вся фотография вырастила и персик есть и абрикосы любители но любители хоть же они двигают все не промышленность даже в радиоаппаратуре тоже самое вот так вопрос какие из косточек лучше выращивать или нет а что а что лучше а а как быстро персик растет я при жизни то увижу интересно мне он оставил на 2 примитые на 2 это прививать делать железов прививает он прививать на абрикос манжурский у него без нежья и 40 градусов мороза поэтому он прививает на манжурский абрикос персик но если не привиты там у меня рядом у него сосед сюда по художник обалденный он просто у него есть привиты если не привиты плоды одинаковые от косточки как скоро будет плода на плода да ладно что самый самый скороплодный этот фрукт абрикос будет может на пятый год от косточки вот на пятый год может от косточки абрикос слива тоже не не быстро но все вот про косточку и скажу у них вероятность то что у вас были вырастить дикарь ну совсем плохая слива маловероятно то есть кто его пылил весь мама папа вот у вас венгерка например растет такая-то кто пыли неизвестно может получиться что-то среднее может получиться мама может получиться папа но у косточковых повторяю хороший плод будет у вас где-то ну процентов 70 что будет хороший ну конечно будет и невкусный может получить но то что дерево она же из косточки она же не привиты она не больно и она будет вот натуральный человек и изобрекоса значит вот уже я беру косточки вот мы сейчас взяли посадить у него практически кто выращивал из косточки они не получали гигантских плодов как у него есть черенки по 120 грамм у него приходит но получали все сладкие пускай будет у вас он будет вы не обидитесь если у вас будет 40 грамм очень сладкий абрикос никто не обидится конечно лишь бы был может быть 60 грамм вот у меня приходится сейчас 50 штук который второй год растут на второй год который растут но они же еще не подносили но я уже абрикосы вы все плоды хотите вы не смотреть что вы посмотрите из косточек они лист даже разный у всех разный лист ни одного абрикоса одинаково нету вот 50 штук у них все у всех разные листя у кого более сердечко у кого более вытянуты у кого более мелкие у кого бою такую они могут быть сортом так таким который вообще нет ни у кого понимает а вы будет вот у меня известно я бы не нет вера знает такого нет сорта вообще в природе она клуб появилась в лесу выросла понимаешь вот сама выросла и взяла и все поэтому даже я бы не я бы с грушами у них может он поделитесь я бы необычным почему вы хейнцы ну не врая а вы целую дичку будет нет медичка 40 процентов то что вы посеяли если вы взять хорошую яблоко 40 процентов у вас будет вкусные яблоко 20 процентов будет очень вкусные яблоко и 0 5 процента будет новый сорт только остальное 35 будет плохие яблоко а вот красный который никто не знает только бог знает ты же не морская вот женщина ходит беременная один расход на себе не показывать разные получаются от одного опылителя даже близняшки то разные в один день родились но они мальчик и девочка и на нее надо привить настоящее культурное красное мясо если например на простой привой на зеленое яблоко окей получится не получится привой тоже дает а привитые вот они они же могут поломаться зимой если плохо сделаешь мы например не очень-то и специалисты это делается учиться руку набивать чью ну как вы пирожки делаете кто-то часто пирожки делают того получается быстро быстро или пельмени и сделали так и с этими первый раз люди по тысячу штук прививают за один день мастер мастера это это в любом если опыт есть там уже делаешь автоматически даже не думаю а первые веточки простые вот на месте сейчас вот это я могу научить приходить ко мне все практически покажу как и сажать и как прививать там много способов есть но в нашей зоне я пробовал окулировкой как на юге с почкой прививаешь много-много можно ну за зиму почему-то не не очень да не только две две прививки привил это получилось нашли и то они растут как одна почка а какая это почка никто не знает здесь . который как ствол дают того а есть почка дает боковой побег и она такого саше с этого с этой почки так и будет он не расти а так вырастет вот у меня уже опыт вижу коль привел три пенечка был витрированных теле это тень коп так прививать это пошел одна почка пошла богатырь пошел ворогу а рядом две прививки вот такие веточки выросли за три года и стоят и не растут центральным подвижным а богатырь у меня по поводу косточковых вот вопрос мы его значит купили косточки да так и мы что тоже на кучку сажаем косточки не это можно на кучку посадить уже проросшими то стратифицируем сначала стратифицируется делает искусственная как бы зима два месяца абрикос должен лежать в холоде 0 1 градус тепла вот самый хороший то есть мы делаем как бы природную землю нет по снегам не бывает там самое самое большое у нас в нашей зоне это минус 7 градусов но они выживут многие сажают это подсоциально я тебе скажу вам подробно как это делать я уже делал это я пройдет в этом году попробуем еще как многие сажают в грядку прямо в грядку делают грядку и почти почаще сажают а потом после конечного можно пересадить и уже осенью пересадить а весной прививать если хочешь можешь не прививать берется два бруска у нас почему мало сажают особенно многие мыши и дать мыши эти косточки почуют они все их перетаскают вот а чтобы их мыши не съедали берется два бруска этот метод узенкова сейчас покойник уже но садовод был великолепный это теоретик страшно у него даже вишни сострил и собственно ее пройдет как вишни под пучками а вот такого размера он брал два бруска учил то и кладете косточки когда уже земля прихвачена может никогда прихвачена но это от мыши лучше прихвачена и 5 метров 5-сантиметровые бруски лучше 4 и сверху песком засыпаете расстояние вот такую сажать уже потом выкопать можно он такого станет сажать по этим брускам тоже можно я бы нет а для чего это делается все учат ученые заглублять семечки когда сажаешь но абрикос если оттуда вылез у него корневая шейка остается внизу через два-три года он у вас сотрит почему в нашей зоне ты не растет да тогда надо именно по корневую шею но почему вот бруски ставят когда ты весной эти бруски убираешь у тебя такой холмик получается квадратик из песка дождь пошел этот песок весь размоется и у вас как раз как раз за корневой шейке он расползется так что корень будет земле а это под дождем все размоется так можно и сажать ну прям сразу на место но это надо что-то придумать или какой-нибудь кружок такой посадить поставить посадить и песочком засыпать но опять прорастет это кусочки не прорастет не все же косточки просто и вот потом эту бруски и также я бы не можно сей под зиму спасею или груши посеял единственно плохо чего это какой сходит это вишня и слива там она может зайти только на второй год две зимы да или делают как где-то три месяца четыре месяца делают трансфикацию потом на месяц выносим теплое место а потом опять на два месяца в холодном до обманываются две зимы прошло понимать очень плохо в этом году на места вишен ну может быть 45 прошло и через также плохо и слива но слива вот в твоих лучше чем наши местные может того что она далекая родственная связь а чем ближе родственная связь тем она хуже и простая тёсть вера у тебя откуда а где теперь растут в этом году не проросли и в этом году в землю посажу по этому метру ну че их мучить но самое главное я их раскалываю они все живые так что вот такие дела так что эта штука интересная конечно вот и хочу еще сказать вот я посеял в том году груши в этом году привил а кое-где прививки не пошли и пошло снизу это так называемый дикушки но они все разные одни дикушки видно а у другого другая груша с другой семечки пошла как культурная есть признаки у него стволик когда кончается более тупой и толстый чем и шипов нету и расстояние между почками больше вот чем больше между почками расстояние тем более культурный яблони и груши по семечкам также и по косточкам если дает такую и расстояние не часто и такой а редкая это уже можно не прививать да 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 можно не перевод вот я и хочу на следующий год привить один ствол оставить родной и получится и это и прививка должна но вот этот родной родной деталь дитя могут всегда сгонять чем прививку поэтому и надо постепенно укорачивать то есть не давать ему обгонять и тогда у вас получится дерево с культурными плодами и с этими а какой это получится может быть отлично но первые признаки у груши это колючки а не только почки начали прививку надо делать рано как только снег сошел уже делать делать прививку но подкору как коля делает это надо делать во время сока движения когда уже почки почти 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 уже когда сок пошел а в расчет и улучшенная полировкой можно делать до сока движения и такой еще хороший способ сделал прививку внизу и вот эти самые прививки которые делаются на сеянце на маленькие они самые хорошие будут потому что у них время есть как бы сблизиться а сам говоришь давай подождем пока априкосы вырастут пусть вырастут попробуем может они в курсе ли я на сезоне хоть бы дичок вырастить ты понимаешь а для чего дичок нужен он самый крепкий из него берется косточки потом в будущем поколениях это же работу никто ученые не делают берется косточка с этой местности сеется и на эту косточку уже прививается любой который у тебя получился хороший понимать в нашей зоне еще ни одного брикоса никто не вырастут даже дичка вот чем проблема неужели прям совсем никто никто кошмар вот два дерева вот володю у соседа вот такой вот каждый год не цветет и в этом году или отошел нету и не было почему я же объясню они европейцы у них почка двадцать пять градусов замерзает а у нас а у нас с манчжурцами ну извини какая весна в этом году в калуге греем в том году ездили с машей у него все померзло да и виноград но у него урожай есть но не такой абрикосы все цветки потому что абрикос черешни цветут самые первые вот и всех обратите внимание из всех которые у нас есть абрикосы черешни цветут самые первые потом идут вишни ой слива вишня груша и в конце уже яблони мне в том году даже заморские были но через не было не в этом году кто я снова хожу утром они цветки прямо висят вроде туалет природа не она непостижима честно я говорю не она непостижима вот в этом году я посмотрю он сливы так плохо все перенимовали у всех не то что они даже по-моему и не слили только зима была такая около дороги дико это я вот она собственно корневая вкусные плоды да дерево здоровые я пробовал плоды коля пробовал она вот как твоя поздняя почти может и косточку кто-то птичка куда но она пошла от корня все строчки пошла а если был привитый дерево привитая твоя погибла бы или пошла поросль от привитой и все так что ой кто-нибудь сейчас и молодежь сейчас никому не надо николай мы тебя снимаем я просто молодежь сейчас скажи деньги они их приучить деньги ты знаешь сколько можно заработать если молодым вот так вот на те же саженцы саженец стоит сейчас хороший саженец не меньше тысячи рублей если хороший проверенный можно за месяц купить ну можно 5 лет покупать и не через разницу ну ты поставишь за 1000 рублей подойдут скажешь пошел ты нахрен ну и ради бога это тоже без денег ну сын у Железова продает у него вообще уже сейчас нет на весну это Железов сад сначала благоустроил он 40 лет этим делом занимается а если парень с 20 лет начнет заниматься извини меня ему работа тоже будет не нужна и никуда ездить он не будет раскрутка раскрутка правильно я на птичьи тоже приехал мне не место не было я с банками ходил потом мне место появилось за субботу-воскресенье зарабатывал 190 200 рублей субботу-воскресенье зарплата была стусилить месяц все борются кричат за племя пять процентов больше закрыл мастер другому а мне ну и чё я в аквариум залез и хинадора садились вытащил кустик он 25 рублей стоит и все а нас было на птичьей рынке двое в той тиросине выращивал николай по поводу яблонь можно спросить вот на старой яблони много очень засохло веток особенно сухих можно как как высоко обрезать а вот так то есть их их оставлять эти самые ветки какие-то не трогать ничего не страшно не будет эти грибы как железо показывает он берет отравленную ветку да вот так вот бьет по хорошей и по яблоням бьет вот хоть бы один яблок заболеет я а как омолаживает яблони как сильно обрезают просто большое дерево да берите его центрально который лет до 30 процентов так макушку 30 процентов можете больше ну именно весной да и большие большие грибы тоже скелетные можете ударов то есть вот так вот обрезайте на следующий год у вас пойдут эти волчков море ага а весной опять обрезан ну весной волчки обрезать конечно потому что чем больше будете порезать тем больше будет лучше через год этим делом заниматься больше будет этих волчков у меня просто на прививку взял несколько макушечек в том году плохие были приростные несколько макушечек только у меня сейчас пошел слушать а вот если груша очень много веток дала и они очень близко к стволу груша не сказал прогрузку груша это такая культура которая так да это не природа 1 так растет а другая наоборот вот прям вот широко это уже был когда когда урожай вот эти веточки они вот так под урожаем отгибается и потом они уже и вы хотите сказать что их не обрезать у меня это груша она уже пологорода занимает ходить невозможно ну как 0 резаная резаная лет поэтому такие но ей делать лет в крайнем случае самую макушку вот возьмите вот так вот самый центральный стволик который лезет вверх если не хотели уж самое это высоко было и отрежьте весной весной сколько еще раз вот какую высоту вы увидите что далеко пошло да так такая ты и отрежьте макушку а если она у вас еще невысокая высокая девять лет не все макушки не все а вот центральный я поняла центральство на самом деле груши были две штуки и вот наверное две недели назад они перестали цвести вот так зацвел груша немного но все это бывает это груша в детстве была выращена не там где надо у тебя в том году 9 лет ну бывает на кончике или где-то серединке серединке вот уж не знаю что что-то называешь вот обратите внимание честное слово что у людей что у деревьев будете лечить загнется не будете лечить часть погибнет часть будет слушайте ну вот допустим допустим погибла мне семь лет назад свела черешня уже высоченная какая была весной а я взяла и обрезала когда весной весна большая мартина в апреле все пошел кормить течение все это как винограде виноград называется плачет его весной нельзя тикать только осенью а мы виноград то будем сажать нет феврале феврале но не жили сок и движение но не до досок и движение когда сова движение пойдет вот и феврале и на юге и я бы не обрешает но еще не пошли почки а вот есть когда пошли листочки вот обрежь будет плакать я-то в том году видел на заборе плакал этот виноград вас дитя у вас у вас у меня в том году 8 не посадил в этом году уже на 1 3 кисточки а мы тоже хотим какие вопросы появятся ради бога телефон да да кому надо приходите прямо практику тост на месте если надо как посадить прямо покажу осенью буду пересаживать я давайте договоримся только я приду и снимем снимем видео яблонь в там растут вверх я прям растут уже такие яблонь и я удивилась а абрикосы сколько меньше меньше как у себя тут очень понадобится на следующий год найдите место куда хотите сразу посадить мы сейчас посадим сеянцы сеянцы посадим обрежем их как надо посадим весной придем и любым сортом каким вам нравится ну откуда же мы знаем каким привить а грушу можно также тоже груши да вот у меня удивительное дело вот три груши посадили я конечно дурак дураком по поводу вообще садоводство но вот посадили три груши они три растут и они вкуснейшие то есть получается ладно позднее не могу назвать вкусы но на прям дубовая одна вот ранее другая получила средние третье позднее и вот две которые вот ранее средние они прям вкусны вот в этом году я взял хорошие деревни по моему самый лучший груша этих из киргизии которые приехали живут напротив этих рядом с полом а понятно понятно а у них по моему а точно брянская красавица у них молодые листочки красные груша до полкило у меня сам показывал что а мне кстати интересно узнать вот ольга павлова брала брала у меня с яблони по весне срезала надо у нее спросить получилось у нее или нет привет павлова но здесь ее нету павлова ольга там корнецком живет надо просто поинтересоваться получилось или нет у нее это вот вот ты когда ты когда ты это сделал этой весной и уже такой прирост так и когда надо будет давать плоды третий понятно хорошо вот допустим как мне как не допустим груши обезопасить об от обгрызания когда нужно что мышь и не грызли так ведь я сказал берешь в аптеке деготь берем берем березовый деготь и тряпочки просто кидаешь а есть мастика далмата вот умер тоже в этом году изобрел мастикают немножко кисточкой туда-сюда провел и мыши уходит а наматываешь только не объявляет только не абрикосы не груш за привет или надо когда все это происходит колготки че колготки заматывать надо поздно осенью когда уже был момент мороз и разматывать как только снег чтобы воды там не было абрикосы груши соприл сразу вот в принципе я ничем не заматывал что сгрызли так это яблоню молодую молодую яблоню сгрызли снизу записываю ну что мы заканчиваем да 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 уже и так долго но все вред если у меня все равно я не знаю как а как а